Привет, мои подписчики! В этом ролике мы разберём одну из снов пародий, а именно The Return to Bloody Nights. Ну что ж, погнали к разбору! The Return to Bloody Nights. Эта игра является ремейком игры Bloody Nights at Freddy's. По сюжету данной игры события разворачиваются в 1983 году, когда хорошие друзья Уильям Афтон и Генри Эмиле открывают своё заведение Фредберт Фельмедайд Дайнер. Но потом один из них сходит с ума и начинает совершать убийство. Мы играем за нового охранника, который только устроился в это заведение. Перед первыми пятью ночами мы будем слышать разговор Уильяма и Генри. И они все очень похожи. Генри обычно спрашивает, а Уильям обычно ему что-то рассказывает и успокаивает его. А после того, как закончится этот звонок, нам позвонит Ваттл Броге, генеральный директор компании Фазбер Интертем, который нам будет рассказывать. Ну, это местный фонгай. А после конца первых четырёх ночей нас ждёт мини-игра, где нужно поводить каким-то прибором перед лицом аниматроника. Если у первых трёх аниматроников он ничего не засёк, то у четвёртого он начал подавать какие-то сигналы. Не знаю, у меня сложилось впечатление, что он улавливает призраков или какую-то аномальную активность. По геймплейной части у нас есть двери, и чтобы их закрыть, нужно повернуться. И можно поворачиваться ещё назад. Но так как сзади и в коридорах нету света, придётся использовать фонарик, чтобы подсветить. Ещё у нас есть компьютер с камерами, но он довольно староват, с эффектом рыбьего глаза, и ещё там очень много помех. Тут ещё разработчики отказались от идеи с энергии. Поэтому у нас есть генератор со шкалой перегрева. Она заполняется, когда двери закрываются. Если шкала заполнится до конца, она если что спадает, когда двери открываются, то у нас отключатся двери. В Зературнту Блудина есть всего 8 аниматроников, но не все убивают. Давайте же о них поговорим. Спринг Пони. Развлекая детей и поэт на сцене со своим лучшим другом Фредбером, они символизируют дружбу между Гендри и Улимом, основателями семейной закусочной Фредберс. Позже была построена более новая версия. Это было особенно интересно для Улима, и чрезвычайно полезно было в планах на будущее. Спринг Бонни идёт справа, слушайте близко для дыхания света, не позволяя ему застать себя в веслох, или вы встретите ужасный страх. Фредберр был первым аниматроником, созданным Генри. Вместе со Спринг Бонни, Фредберр был смоделирован по образцу игрушек, с которыми выросла дочь Генри. Через некоторое время Генри пришла в голову идея создать ещё одного медвежьего персонажа в чёрной шляпе и тёмно-коричневых тонах. У Фредбера механика, как у Спринг Бонни, только он идёт через левую дверь. В постоянном страхе, что его дочери причинят вред, Генри должен был найти способ защитить её, даже когда он не смог следить за ней. И эта охранная марионетка, которую он изобрёл, была идеальным решением, по крайней мере, он так думал. Но вместо того, чтобы стать его ангелом-хранителем, он стал вакуум для её души. Впервые марионетка будет активна в среду, а это означает, что в течение первых двух ночей вы не обязаны проверять призовой уголок. Однако, когда придёт время, марионетка будет время от времени просыпаться от своего сна и сидеть в своей коробке, ожидая возможности нанести удар. После трёх предупреждения, если вы повернётесь и направите свет прямо в лицо марионетки, она соскользнёт обратно в свою коробку. Невыполнение этого требования приведёт к не к смертельному скримеру, который длится дольше, чем средний скример. Во время скримера в марионетке вы будете полностью заблокированы в том положении, в котором находились, не в состоянии закрыть двери, проверять камеры или включить свет. Фредберг 2.0 Создание новых версий Фредберг в Спрингбоне было идеей Улима. Имея большие бюджеты и большие знания, они смогли заменить текущие версии, так как эти имели много улучшений и были более безопасными в ношении. Фредберг сразу стоит у левой двери, в бухте, как у Фокси. У него будет три стадии, на третьей нужно уже будет закрывать дверь. Также хотелось вам рассказать интересный факт. Когда он будет очень близко, вы можете просто светить ему в лицо несколько секунд и потом закрывать дверь. Хоть и это всё-таки секунды, но всё же я думаю это вам поможет. Спринг Бонни 2.0 Вместе с Фредбером 2.0 были недавно созданы события The Return to Bloody Nights. Однако за этот короткий промежуток времени Улимафтон использовал новую технологию Spring Glock, чтобы надеть костюм Спринг Бонни 2.0 и убить пять детей в пиццерии Фредди Фазберг. Шарлотта Эмли также была убита возле заведения Фредберг с Фэмили Диннером. Спринг Бонни 2.0 действует как Фокси, а то есть бежит. И когда он будет очень близко к камере, вы должны сразу уже быстро забегать. Когда Спринг Бонни 2.0 будет вблизи... Когда Спринг Бонни 2.0 будет близко смотреть в камеру, то вы должны закрыть правую дверь. И да, чтобы не умереть, дождитесь когда он достучит, а стучать им будет очень много. Золотой кекс. Это просто... кекс? Ладно, это конечно была шутка. Золотой кекс. Единственный аниматроник, который не враждебен, а появляется только как развлечение на виде с камеры. Сначала он станет активным в третью ночь, однако будет официально представлен как антагонист на экране загрузки ночи 5. Кекс будет время от времени появляться на камере, блокируя место позади него вместе с любыми другими аниматрониками. Чтобы временно противостоять золотому кексу, вы должны переключить камеру и вернуться к камере. Эндоскелеты. По большей части будут появляться только в качестве реквизита вокруг пиццерии. Эндоскелет Спрингбонни будет стоять у входа в правый зал, а эндоскелет Фредбера безжизненно сидит в запчастике сервисе. Фредбер будет полностью отсутствовать в качестве антагониста, а в то время как антагонист Спрингбонни станет активным в более поздние ночи. Это конкретно не указано и механика не ясна, поскольку вы можете полностью игнорировать присутствие эндоскелета и остаться невредимым. Однако эндоскелет Спрингбонни будет стоять прямо перед правой дверью вашего офиса, когда он стоит, вы должны закрыть двери. Каждая тень аниматроника имеет две разные механики. Тень аниматроников. Это дуэт аниматроников, состоящий из Шэдо Фредди и что-то очень сложное, можно просто называть Шэдо Бонни. Тень Фредди будет время от времени появляться в статике камер, в то время как камера отключается, изображая тень Фредди. Тень Бонни действует аналогично золотому кексу. А теперь давайте посмотрим на менюшку экстра. Тут мы можем увидеть всех аниматроников, все катсцены, все локации и вырезанный контент. Причем тут есть анимации, то есть аниматроники двигаются от движения мышки. Также анимации присутствуют в меню челленджей. Но об этом поговорим чуть позже, а сейчас посмотрите на скримеры. А теперь про челленджи. Из них у нас есть кастомные ночи и игровые режимы. Я думаю, все знают, что такое кастомные ночи, но если вкратце, это то, где вы настраиваете агрессию аниматроников. А игровые режимы, это у нас получается следующее. Игровые режимы включают в себя прохождение без звука. Бесконечное прохождение. Режим, где игра каждые 40 секунд поднимает агрессию аниматроников. Режим, где игра сопоставляется с реальным временем. Режим, где марионетка просто какой-то монстр, ну очень быстрая. И низкий бюджет, там где генератор греется просто со скоростью света. Давайте же теперь поговорим о пасхалках. В офисе есть две фигурки Spring Bonnie и Фредбера. Если коснуться их носа, они двинут головой. Также они могут иногда сами по себе качать головой. Ещё в офисе есть плакат, где тоже изображены Spring Bonnie и Фредбер. Если кому-то нажать на носик, то они будут издавать звук. В комнате марионетки есть куча отсылок на всякие игры. Например, Соник, Капхед или же Фламти. Также есть секретная мини-игра. Чтобы её активировать, нужно ввести код 1-4-2-6. В этой мини-игре мы играем за Фредбера, который должен пройти паркур. Подводя итог. Игра хорошая, мне понравилась. Разработчики реально постарались. Да, тут были баги, но они убраны. А которые не убраны, убираются. Я бы не сказал, что эта игра прям жёстко походит на ФНАФ. Нет, это что-то отходящее от концепции ФНАФа. Как-то так. В любом случае, ещё увидимся. Подводим итоги к нашему разбору. Игра, если честно, неплохая. Я бы даже сказал хорошая. В ней действительно можно испугаться. Особенно в моментах появления в проходе Spring Bonnie или же Фредбера. Также мне очень сильно понравился дизайн марионетки. В общем, игра однозначно неплохая и заслуживает ваше внимание. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok